Мы рады приветствовать вас вновь и мы продолжаем очень важную тему как спастись от ада и у нас было уже два важных урока и в первом мы с вами говорили о том что важно принять Христа в свое сердце покаяться в своих грехах и это первый шаг к спасению от ада и второй шаг мы с вами говорили о том что нужно читать священное писание что важно изучать его важно чтобы настало частью нашей жизни это второй важный шаг к спасению и сегодня мы с вами поговорим о важном третьем шаге итак сегодня мы с вами поговорим о третьем важном шаге для спасения каждого человека и самое главное в этом третьем шаге это церковь господь сказал своем слове в евангелие от матфея 16 глава 18 стих и я говорю тебе петр камень и на сём камни я создам церковь мою и врата ада не одолеют и и господь создал церковь свою он создал церковь христову на этой земле церковь не православную не католическую не баптистскую не пятидесятническую не харизматическую а именно церковь свою и сегодня до сих пор церковь христова она влияет на человечество на этой земле и пока церковь христова существует все верующие должны быть в ней. Если мы пребываем в Церкви Христовой, значит, мы пребываем во Христе, потому что Церковь Христова – это его тело на этой земле. Так написано в Священном Писании. И поэтому каждый, кто родился свыше, каждый духовный ребенок, он должен найти Церковь. Что такое Церковь? Церковь – это духовная семья. Церковь – это где новорожденный духовный младенец получает качественную духовную пищу. Там, где он возрастает, там, где он получает все необходимое, чтобы достигнуть того уровня совершенства, которое хочет видеть Бог. Потому что Он говорит, будьте совершенны, как Отец вас совершенен есть. Почему так важна еще Церковь? Кто-то говорит, что зачем ходить в Церковь, ведь Бог везде. Да, Бог везде. И, как сказал один, говорит, как и вода везде. Но почему-то мы идем к колодцу. В атмосфере очень много воды, но мы специально идем к колодцу, чтобы напиться. Также и Церковь важна, чтобы мы питались правильной пищей, чтобы мы питались живой водой. И Господь создал Церковь, чтобы мы помогали друг другу. Когда есть семья, когда есть духовная семья, тогда отец, он заботится о своих детях, мать заботится о своих детях. И со временем дети начинают заботиться о своих родителей. Бог все мудро предусмотрел. И поэтому Церковь важна. Как сказал один из отцов Церкви, Каприан Карфагенский, кому Церковь не мать, тому Бог не отец. Это очень важное утверждение. Если Бог, Он является нашим Отцом, то значит Церковь, она должна стать нашей духовной семьей. Она должна стать чем-то, что поможет нам духовно возрастать в Боге. Какая же правильная Церковь? Наверное, многие зададут этот вопрос. Я думаю, что правильная Церковь та, где глава Христос, так написано в Слове Божьем. Если Христос в центре, значит эта Церковь правильная. И когда Христос в центре, тогда Его Слово, оно тоже в центре. Тогда мы с вами изучаем Слово Божье в Церкви. Тогда нам помогает понимать это Слово. И тогда, конечно же, все, что написано в Библии, все, что написано в Священном Писании, это становится частью нашей жизни. И мы помогаем друг другу, опять же, понимать это Слово и применять его на практике. Потому что, когда ты один, тогда непонятно, какой твой духовный уровень и какой твой духовный рост. Но когда мы вместе, мы можем помогать друг другу. И человек, который приходит в Церковь, он слышит Слово, которое назидает, наставляет, вдохновляет. Есть братья и сестры, которые помогают применять это Слово на практике. И тогда мы можем узнать, насколько Бог вселился в наши сердца. Насколько Его любовь, она проникла в наше сердце, чтобы отдавать эту любовь другим. И в Библии написано, что не оставляй собрания своего, как есть у некоторых обычаев. Это так важно, чтобы мы нашли для себя свою духовную семью. И правильная Церковь та, где ты действительно чувствуешь себя частью духовной семьи. Где ты не один, ты не одинок. И ты знаешь братьев и сестер, которые помогают тебе возрастать во спасении. Помогают тебе становиться лучше и достигать тех целей, тех задач, которые входят в твое призвание и предназначение в Боге. И также есть постоянный рост, есть духовный рост. То есть ты не оставишься все время от духовных младенцев, но ты видишь, что ты возрастаешь. Что твой духовный уровень с каждым днем становится лучше. И это очень важно для духовного возрастания каждого человека, который пришел ко Христу. Это поможет нам сохранить себя от различных искушений, от различных ересей. Когда мы будем вместе в Церкви, Господь, Он будет помогать нам духовно возрастать и становиться похожими на Него. В этом цель и задача Церкви, чтобы мы становились похожими на Христа и стремились исполнять свое призвание и предназначение в Нем. Поэтому Церковь важна для каждого верующего. Это ковчег спасения, на котором мы плывем все вместе в те райские обители, которые приготовил Господь для каждого из нас. Это очень важно. Поэтому третий важный шаг – это Церковь, ковчег спасения нашего. Мы с вами сегодня поговорили о важном третьем шаге. О важности Церкви для каждого человека. Церковь как ковчег спасения. Церковь как духовная семья. Церковь как возможность возрастания духовного в Боге. И все эти три шага – это покаяние, это священное Писание, Библия, и эта Церковь помогут нам, каждому из нас, двигаться за Богом и совершить свое спасение на этой земле. Что мы все вам желаем, чтобы каждый человек был спасен и достиг познания истины. Поэтому мы рады, что вы с нами. Мы рады, что вы смотрите эти видео. Мы ждем от вас комментариев, отзывов. Подписывайтесь на наш канал. Впереди нас ждут еще очень интересные темы, ответы на важные, насущные вопросы. Поэтому оставайтесь с нами. Бог любит вас. Пусть Бог благословит вашу жизнь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok